Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа по существу. И сегодня у нас в гостях руководитель Управления Федеральной Налоговой Службы по Чувашии Марина Петрова. Марина Валерьяновна, здравствуйте! Здравствуйте! В налоговой системе постоянно происходят различные изменения. И хотелось бы сегодня о самых значимых поговорить. Вот, к примеру, до 1 июля все предприниматели должны будут перейти на онлайн-кассы. Эти аппараты нового образца позволят налоговикам моментально получать информацию о всех кассовых операциях. Расскажите, как происходит переход на данный момент в нашей республике, какие возникают сложности, ну и, конечно же, о плюсах. Данный переход, он имеет ряд преимуществ. Причем как для государств, так и для самих налогоплательщиков. Это, конечно же, основные изменения. Они предусматривают передачу информации от самих налогоплательщиков по расчетам в налоговые органы в режиме онлайн. Это очень большой плюс. Конечно же, будет возможность для всех наших налогоплательщиков осуществлять регистрацию контрольно-кассовой техники через сайт Федеральной налоговой службы, через личный кабинет контрольно-кассовой техники. Для этого не надо будет приходить в налоговый орган, а просто зайти на сайт Федеральной налоговой службы, в данный личный кабинет зарегистрироваться и зарегистрировать свою контрольно-кассовую технику. Также преимущественным внедрением новой системы расчетов это будет являться для наших налогоплательщиков то, что будет бесконтактное администрирование у нас контрольно-кассовой техники. Это, конечно же, сокращение времени расходов по ее эксплуатации. Это отказ от введения излишней документации у наших налогоплательщиков. Конечно же, получение инструмента контроля и аналитики ведения бизнеса в режиме реального времени. Это, конечно же, работа в условиях честной и конкурентной бизнес-среды, ну и так далее. Поэтому преимуществ очень много. Напоминаю, что переход на онлайн-кассы, он должен быть осуществлен нашими налогоплательщиками до 1 июля 2017 года. А для тех налогоплательщиков, кто применяет единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения до 1 июля 2018 года. И, конечно же, на сегодняшний день хотелось бы отметить, что для наших налогоплательщиков созданы все необходимые условия для перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Вот сейчас июнь месяц, до 1 июля остается буквально 3 недели. Вот как у нас в республике предприниматели охотно переходят? Сколько процентов перешло? Вы знаете, на сегодняшний день через личный кабинет контрольно-кассовой техники, через сайт Федеральной налоговой службы, либо путем обращения в территориальные налоговые органы у нас уже снято 6 641 контрольно-кассовый аппарат. Это порядка 49% от всего парка контрольно-кассовой техники. Что касается территории Чуварской республики, то на нашей территории взаимодействие с пользователями контрольно-кассовой техники осуществляют порядка двух десятков представителей, операторов фискальных данных и заводов-изготовителей контрольно-кассовой техники. То есть есть к кому обратиться. Я думаю, этой проблемы у нас в республике тоже нет. Какие штрафы ждут тех предпринимателей, которые не установят новое оборудование до 1 июля? Вы знаете, во-первых, до 1 июля все наши налогоплательщики должны обязательно снять старую контрольно-кассовую технику с учета. Те налогоплательщики, которые этого не сделают, значит, налоговые органы в одностороннем порядке снимут данный контрольно-кассовый аппарат с учета самостоятельно. И вот в отношении тех налогоплательщиков, которые снимут старую контрольно-кассовую технику и успеют до 1 июля 2017 года заключить договор поставки с производителями на поставку кассового аппарата, но по независимым от них причинам ее не получат, потому что наши заводы-изготовители, к сожалению, не успевают изготовить всю необходимую технику по данной программе. Поэтому, конечно, в отношении данной категории налогоплательщиков мы не будем применять штрафные санкции. А в отношении тех, кто не снял самостоятельно контрольно-кассовую технику и не заключил договор поставки заводом-изготовителем, естественно, к ним у нас будет особый разговор. А сумма штрафов? Сумма штрафных санкций будет применяться от 3 до 10 тысяч. Но опять хочу здесь акцентировать внимание на то, что мы к каждому плательщику будем подходить индивидуально, рассматривать его дело, в связи с чем у него не применяется контрольно-кассовая техника. Поэтому я призываю всех наших налогоплательщиков, кто не приобрел эту контрольно-кассовую технику, все-таки заключить, успеть договор поставки с заводом-изготовителем. Следующее нововведение. Уже несколько лет в ряде российских регионов налог на имущество физических лиц рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости. В нашей республике это законодательная новелла только начата. Расскажите про преимущества этого изменения. Ранее данный налог исчислялся из инвентаризационной стоимости, что, конечно же, не давало оценку реальной стоимости данного объекта. То есть у нас и владельцы элитного жилья, и владельцы, например, комнаты в коммунальной квартире по размеру платили один налог, был для них един. Сейчас, конечно, это несоответствие устранено. И у нас уже, начиная с 2017 года, наши жители будут получать налоговое уведомление на уплату имущественных налогов за 2016 год, исходя из кадастровой стоимости, которая, в принципе, приближена к рыночной стоимости. Но это не значит, что на наших жителей упадет налоговая нагрузка, увеличится налоговая нагрузка по данному факту. Здесь наш законодатель предусмотрел переходные положения. Во-первых, у нас сумма налога будет увеличиваться постепенно. В первые четыре года будут применяться понижающие коэффициенты. Например, в первый год, это в 2017 году, за 2016 год мы будем платить данный налог в размере 20% от его стоимости. На второй год 40%, на третий год 60%, на четвертый год 80% и только по истечении четырех лет будем уплачивать полную стоимость. Кроме этого, у нас имеются, как вы знаете, налоговые льготы. Все налоговые льготы сохраняются. Кроме этого, у нас будут введены налоговые вычеты. Что это такое? Например, эти вычеты будут касаться практически всех объектов имущества наших налогоплательщиков, наших граждан. В отношении комнаты у нас налоговый вычет установлен в размере кадастровой стоимости 10 квадратных метров от этой комнаты. По квартире не будет облагаться 20 квадратных метров. В отношении жилого дома 50 квадратных метров от этого самого дома. Рассчитать, конечно же, саму сумму налога, если наш налогоплательщик хочет пораньше, а не в момент, когда он получил у него налоговое уведомление. Он может зайти на сайт Федеральной налоговой службы. Там у нас есть такой электронный сервис. Это налоговый калькулятор расчет земельного налога, налога на имущество физических лиц. И рассчитать необходимую к уплате сумму налога. Если же его заинтересует кадастровая стоимость, он может зайти на официальный сайт Росреестра и там посмотреть кадастровую стоимость своего объекта. Если наш налогоплательщик захочет узнать, какая же у него ставка налога на имущество по тому или иному муниципалитету, он тоже может воспользоваться интерактивным сервисом Федеральной налоговой службы, который называется «Имущественные налоги, ставки и льготы». Этот у нас сайт актуален. Он постоянно обновляется. В связи с тем, какие изменения вносятся в законодательство, мы автоматически все эти изменения вносим. Напоследок хотелось бы поговорить об итогах декларационной кампании этого года. Цифры, пожалуйста, приведите. У нас за 4 месяца 2017 года по Чуварской республике нашими жителями представлено более 74 тысяч деклараций по форме 3НДФЛ. Это на 2% меньше, чем за декларационный период 2016 года. Горожан, как всегда, наверное, волнует вопрос, сколько же у нас теперь стало миллионеров. Миллионеров у нас стало на 13% больше. Их теперь у нас 2826 человек. С доходом свыше 1 миллиарда у нас по-прежнему один человек остается в нашей республике. Но эти цифры не являются окончательными, потому что граждане, которые захотят получить вычет, этот вычет они имеют право получить в течение всего года, будут представлять декларацию по форме 3НДФЛ и указывать свои доходы. Поэтому эта цифра плавающая, и мы практически постоянно видим, как она меняется. Ну что ж, Марина Валерьяновна, большое спасибо вам за ответы. Спасибо. А я напоминаю, мы беседовали с руководителем управления Федеральной налоговой службы по Чувашии Мариной Петровой. Это была программа «По существу». До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok